Вы знаете, если вы поднимете свои глаза в потолку, то поймете, что нас упаковали конкретно. Я смотрю, здесь не кантоварь, ни хрена, вот это вот все, да? Но дело в том, что однажды я застрял в лифте, перевозил вещи с ребятами в очередной раз с квартиры на квартиру, и была удивительная ситуация, когда нагрузили вещей в лифт, такое количество, книг там, пластинок, а виниловые пластинки, как вы знаете, дорого стоят. И в итоге, в общем, мы застряли между этажами, и парень, грузчик, который был со мной в этот момент, я увидел, что, ну, уже пена на губах, паника тотальная, и сейчас мы просто здесь вот закончимся. И я понял, что вот, если ты играешь рок-н-ролл, то мочиться в штаны не нужно, потому что все равно мокро и бессмысленно. И я сказал, замолчи, снял с себя в этой толкотне, суете, куртку, а лифт такой вот, ну, приблизительно, как кабинка такая, да? И открыл этот самый люк. Вспомнил детство, как мы висели между стенками лифта, и взрослые вызывали лифт, думая, что он пустой, открывался лифт, и оттуда выпрыгивал черт какой-нибудь такой семилетний. И вот я вот так вот повис в этом лифте, и мы поднялись до следующего этажа, двери открылись, выкинули коробки, чувак остался жив. Я вам это рассказываю к тому, что никогда не нужно, на мой взгляд, терять бошку, даже когда президент страны говорит, что он самый лучший. Следующая песня называется... А вот, мне нравится, поэтому вы здесь и находитесь, а, в Кремле, в Кремле поют другие люди. Мы сейчас играем песню из рыжего своего периода, как положено, у каждого художника есть свой период. У нас был рыжий период, песня называется «Глейпфрут». Вот, пожалуйста. Ее отец был в бешенстве, он чинил ее машину, а я играл на гитаре, пил коньяк и трепался с друзьями о том, что с нами будет потом. А когда стало ясно, что лучше не будет, мы взяли еще и посидели, как люди, и расстались с друзьями на том, что каждый молчит о своем. И я пошел домой, счастливый и глупый, узнать ее запах и найти ее губы. И я подумал, что дом — это там, где она, и что, может быть, так же каждый хочет думать о том, как-то молчит о своем. Ну вот, а ночью был ливень, он шумел по сонным крышам, а мы забрались на небо, чтобы упасть. И лететь не раскрыть парашют, и вновь повторяли маршрут. А когда стало ясно, что лучше не стало, да, и все было мало, она сказала, да. Главное — молчать о своем. Ну вот, она сказала, старик ты лучше, чем лето, и мне жалко тех, кто не знает об этом. А я подумал, что лето там, где я с ней вдвоем, и что, может быть, так же каждый хочет думать о том, Когда молчит о своем. Я видел разных вождей, героев, звезд и президентов, и каждый гнал свой рецепт, Жрал коньяк и трепался прилюдно о том, что с нами будет потом. А когда было ясно, что лучше не стало, мы брали еще, а им все было мало, Они любили нас мечом и огнем, и знали, что молчат о своем. А недавно я видел мальчуга на повраге, он пускал в небо змея из яркой бумаги, И он спросил, что есть в счастье, и как его зовут, и я ответил, не знаю, Но вспомнил холодный грейпфрут и чувство, что где-то нас ждут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok